В этом видео я расскажу о меню приложения и тренировках. Это главный экран. В нем верхняя часть указана цель и приближение к цели. Ниже меню практик. Те практики, которые мы нам рекомендовали на этапе анбординга по результатам теста, они попали в раздел рекомендуем. Вот эти три практики. Игра, массаж нейронов и журнал благодарности. И чтобы пройти новую рекомендацию, можно... Здесь есть еще одна практика. Получить рекомендации. Это тест. Здесь есть группы практик, такие как снять стресс и успокоиться. У них у всех есть время, сколько примерно они занимают. Какие-то больше, какие-то меньше. Они состоят из игр, дыханий и каких-то конкретных практик для каждой ситуации. Это суперсложная какая-то ситуация. По разным ситуациям здесь есть разные практики. Внутри они могут быть похожи, потому что структура работы со стрессом – это в основном дыхание и медитация. И эти дыхания, ну, разные типы дыхания и медитации. И они есть в этих практиках. Так что не удивляйтесь, если внутри вы увидите чуть-чуть с разной длительностью или с разным типом дыхания. Это все так и есть. Есть практики для снятия стресса и успокоиться. Есть практики, наоборот, для зарядиться энергией и сфокусироваться. Это тоже игры на скорость внимания, для сброса напряжения, другой тип дыхания. И разные там, типа там журнал благодарности – это отмечать приятные события. Есть практики для засыпания. В них есть просто звуки природы для сна, есть дыхание для сна. Это я, наверное, чуть позже сделаю. Есть практики с бинуральными ритмами для прослушивания в наушниках. Что это такое, можно почитать внутри. И медитация перед сном для такие бодискан, для лучшего засыпания. Есть тесты и инструменты. И есть медитации. Тут шесть медитаций. Одна из них такая мгновенная медитация, про как напоминание, просто чтобы зафиксироваться, понять, где ты находишься, восстановить, так сказать, связь с реальностью. Есть медитации, которые просто обучают сами медитациям. Это с первого уровня и до чуть более сложных. Есть тренировки для тренировать стрессоустойчивость как навык. Нужен для того, чтобы научиться замечать, что вызывает какие-то негативные эмоции или стресс, и применять сразу дыхание. Здесь курсы по челленджам по 15-45 дней. Есть месячные. В общем, можно их использовать. Это что касается наполнений практик. Там есть другие. Еще можете дальше их посмотреть сами. Есть напоминания. Для этого нужно дать разрешение на уведомления. Есть настройки еще для таймеров мгновенной медитации. Это как раз вот такая штука, когда, услышав этот звук, можно просто выдернуться из какого-то процесса, просто посмотреть, что происходит с вами вокруг. Это очень такая бывает интересная штука, как выдергивает из туннельного видения. Просто почувствовать, может быть, вы там уже давно хотите есть или что-то еще засиделись. В общем, вот эта практика, она учит замечать. Это такие из цикла практик осознанности. Тут просто достаточно включить таймер и периодичность, когда будет звучать звук. Можно случайный, точный, когда не беспокоить. Так, это с таймерами. Есть также журнал благодарности. Он там вечером, там в 8 вечера включается, чтобы запомнить, что было приятного за этот день. Есть внутри здесь статьи о каждой тренировке и что она означает, почему так нужно, как, например, там журнал благодарности. Что это такое, почему. Можете тут почитать это все. Эволюционные вещи, научно обоснованные. Вы тут можете найти массу интересной информации про практики принятия, про оценку стресса, для чего это нужно. Так, это про научные обоснования. Конечно же, вы можете делиться с друзьями, коллегами. Есть еще интересная функция. Это на страничке профиля. Это подключение Google Fit, чтобы считать шаги. Шаги можно считать, и потом обменивать их на нейроны. Я сейчас подключусь к Google Fit. Да, зарегистрироваться сейчас. Так, продолжить. Дают подарки нейроны уже. Так, и, значит, вот здесь это он уже подтянул мои нейроны, которые были заработаны до этого, 900. И можно, например, вот за вчера, за 23 число я накопил там 3800 шагов. Я их могу обменять на нейроны. Вот я себе еще заработал 38 нейронов. Это очень полезная вещь. Так, будет в будущем. На главной странице. А что еще есть? Так, это, наверное, видео мы завершим. И следующее видео будет про цель. Субтитры сделал DimaTorzok